Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтан. Избитый сотрудниками охраны ресторана «Калининградец» пришел в себя и дал первое интервью нашему телеканалу. Страшное ДТП с участием «Калининградца» произошло в Польше. Внедорожник столкнулся с фурой. Не спасли ни корочки, ни удостоверения. Сотрудники полиции и ФСБ за ночь проверили около 800 подозрительных автомобилей. В его честь назвали созвездие. В Калининграде известный московский скрипач «Виртуоз» провел мастер-класс. В Светлогорске гоняли камни по льду. Как прошел первый в истории области чемпионат России по керлингу среди глухих. Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Главной теме. Едва вытащили с того света. 26-летний калининградец, которого жестоко избили охранники одного из главных ресторанов города, пришел в сознание и дал первое интервью. Выживший мужчина вспоминает, что в руке у блюстителя порядка, скорее всего, был кастет, которым он и нанес удар на поражение. Сейчас ведется следствие, но близкие и родные мужчины просят откликнуться свидетелей этого ночного происшествия. Подробности в сюжете Анастасии Данниковой. Сегодня Александр Пальцев делает первые шаги. Почти месяц его жизнь висела на волоске. Все это время он находился без сознания в больнице. Рядом всегда жена. Сейчас мужчина не может полноценно улыбаться. Губы не слушаются, а левый глаз всегда открыт. У Александра поврежден лицевой нерв. Шум в ушах и боли в спине. За это время мужчина похудел на 15 килограммов. Временами у него до сих пор пропадает память. Я не узнавал ни своих родителей, ни свою жену, ни своих друзей, никого я вообще не узнавал. Если там я кого-то узнаю, я их максимум помнил 5-10 минут и все. Они ко мне приходили на следующий день, я их опять не мог узнать. Такие последствия, по словам Александра, принесла кровавая расправа охранников ресторана «Атлантика» с его посетителями в ночь на 23 сентября. Те вышли покурить на улицу, но обратно их уже не впустили. Четыре блюстителя порядка и сбили мужчин. Вот здесь одна нога была у него на ступеньках, а головой он ударился. Вот даже видно кровь, вот еще осталось. Вот, головой он лежал вот на этом месте. Разбитая голова, кровь из ушей, слабое дыхание и закрытые глаза Александра. Такую картину увидел его друг, который и стал главным свидетелем происшествия. Сам герой с трудом вспоминает тот вечер. И он мне ударил в виду кулака вот так вот. Именно кулак летел не так, не так, что мне кажется, что у него в руке что-то было тяжелое в виде кастеты или там зажигалки какой-то металлической. Потому что удар был очень сильный. Что я, можно сказать, с этого удара потерял сразу сознание. От этого удара Александр пролетел пять ступеней и ударился головой об асфальт. Евгений тоже серьезно пострадал. Эти снимки сделаны на следующий день после драки. В самом ресторане от комментариев снова отказались. Руководство снимает с себя вину и говорит, что работает с частным охранным предприятием, сотрудники которого и дежурят по ночам. Мы дозвонились до этого предприятия, где нам ответили, что охранника, избившего до полусмерти мужчину, оставили без работы. Но этого слишком мало, считает жена пострадавшего. Мы Сашу доставали с того света, и так как организм молодой, он выкарабкался. Я хочу наказать этого человека, который совершил это деяние. И на этом месте может оказаться любой человек, который пришел отдыхать в тот клуб. Если вина охранника будет доказана, он отправится за решетку. В настоящее время следственным отделом отдела полиции номер два УМВД России по городу Калининграду по данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Если вина подозреваемого будет доказана, и суд признает его виновным, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. А тем временем жена Александра Пальцева обращается ко всем калининградцам. Тех, кто видел драку с 22 на 23 сентября или стали жертвами ночного клуба «Атлантики», прошу позвонить нам. Связаться с пострадавшим его женой вы можете по телефону 8 900 566 54 64. А мы продолжим следить за развитием этой истории и расскажем вам о ней в наших выпусках. Анастасия Даникова и Радамир Тарасов, служба новостей город. К другим темам. В Польше на трассе Эльблонг-Мальборг произошло ДТП с участием жителя Калининграда. Автомобиль, за рулем которого находился россиянин, столкнулся с грузовиком. Авария произошла накануне, в половину седьмого утра. Калининградец за рулем внедорожника двигался в сторону Эльблонга, когда врезался в фуру. В результате его автомобиль оказался в кювете с сильными повреждениями. Водитель-дальнобойщик не пострадал, а вот жителя нашего региона пришлось доставить в местную больницу. О его состоянии пока ничего не известно. Тем, кто собирается в Польшу, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим. А вот представители консульства перед поездкой заглянуть в свой загранпаспорт и посчитать количество штампов. Иначе вас могут развернуть. В начале этой недели мы уже рассказывали вам о недовольстве российских предпринимателей, которые пересекают границу. Они как раз и оказались одними из первых, кто столкнулся с новыми правилами. Начальник паспортного визового отдела консульства Польши Януш Яблонский сообщил, что при планировании будущей поездки стоит отчитывать назад 180 дней от планируемого дня пребывания. Количество дней, проведенных в Шенгене, стоит считать по въездным-выездным штампам в паспорте. Также нужно проверять, не превышает ли полученное количество дней максимально допустимое, то есть 90. Если лимит все-таки превышен, то вам необходимо скорректировать даты поездки и произвести новый подсчет. Для облегчения подсчета дней на официальном сайте esi.eu.eu есть калькулятор, который поможет в подсчете. Достаточно ввести несколько дат последнего пребывания в шенгенской зоне, и на экране появится количество проведенных дней. Напомним, что новые правила подсчета количества дней пребывания на территории стран Шенгенского соглашения вступили в силу 18 октября 2013 года. К другим темам. Многих не спасли даже корочки и удостоверения. Полиция и ФСБ провели масштабный рейд. Оперативники проверяли все подозрительные машины, которые попадались им на вечерних улицах Калининграда. Особому досмотру подвергались автомобили с тонированными стеклами и без государственных номеров. Слух о том, что в Калининграде идет спецоперация, распространился молниеносно. Водители пытались объехать участок проверки, но мобильная группа реагировала так же быстро. Все подробности в следующем материале. 088, тормозим. 088. Давай, давай, проходим, проходим. Давай, 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 сюда, проходим. Вот сюда. Проезжай. Проверяем его. Первая остановка – участок дороги возле гостиницы «Калининград». Вместе с инспекторами ГИБДД, оперативники в штатском и бойцы ОМОНа. Прежде всего проверки подверглись тонированные автомобили и любители ездить без госномеров. Одни реагировали на внезапное неудобство спокойно, другие тут же пытались скрыться. Залазь, давай, давай, давай. Кого? Да. Номер запомнил? Нарушителей догоняли, а машину тут же тщательно досматривали. И такую процедуру в этот вечер прошли десятки автомобилей. Водителям тонированных машин полицейские тут же предлагали снять со стекол пленку. Никто не отказывался. Слух о том, что в Калининграде проходит операция полиции и ФСБ, распространилась с быстротой лесного пожара. И водители тонированных машин предпочли объехать опасный для них участок. Но и мобильная группа на одном месте долго не работала. А это уже проспект Мира, рядом с дорогим рестораном. Мужчина, это что такое у вас? Вот это вот. Не знаю. А это у вас же в машине было, лежало? Не знаю. У вас лежало? Не знаю, может быть. Может быть? А что это такое вообще за предмет? Не знаю, что. Проверки подвергались все подозрительные машины без исключения. На оперативников ФСБ и Центра противодействия экстремизму не действовали никакие удостоверения или спецпропуски, которые водители престижных иномарок пытались предъявлять. Судя по результатам рейда, бейсбол в Калининграде – один из самых популярных видов спорта. В большинстве тонированных иномарок оперативники находили биты. Если этот спортивный инвентарь не запрещен законом, то вот телескопические дубинки подпадают под запрет, как холодное оружие. Их полицейские изымали для проведения экспертизы. За ношение таких средств нападения и обороны предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В процессе оперативно-розыскных мероприятий проводились углубленные досмотры лиц, возможно входящих в организованные преступные группы Калининградской области. В результате чего отдельные привлечены к административной ответственности. Среди досмотренных лиц выявлено 12 человек, представляющих оперативный интерес. За ночь оперативники ФСБ и полиции проверили 800 автомобилей. А инспекторы ГИБДД составили больше 100 протоколов об административных правонарушениях и задержали нетрезвых водителей. Нескольких пассажиров доставили на медицинское свидетельствование по подозрению на употребление ими наркотиков. Из какого города приехал, дорогой? Родился где? В Узбекистан ты сюда вмазываться приехал, да? Вмазываться, да? Наркотики принимать приехал. Да ну посмотри, посмотри в камень. Посмотри. На меня смотри на фонаре. Глаза в воде. Финал, который вчера кренинградские СМИ показать не успели. А те, кто не пришел на площадь Победы, оказывается, многое потеряли. Ведь закрытием марафона Олимпийского огня стал грандиозный салют, а также концерт легендарной латышской группы. Вечером в одном месте, казалось, собрался весь город. По предварительным подсчетам посмотреть на то, как огонь отправится в другую точку России, пришло около 40 тысяч человек. На сцене выступили как местные таланты, так и приглашенные гости. А хедлайнером праздника была группа «Брейнсторм». Давайте посмотрим, как это было в нашем сюжете, без комментариев. Споем вместе, а? Есть такая славная песня «Ветер»? Давайте вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Очень понравилось. Это был замечательный праздник в середине недели. Такое событие, правда, посвящено глобальному Олимпийскому Олимпийскому Олимпию. И к нам пришел Олимпийский огонь. Это потрясающе. Очень яркое зрелище было. Стапета вся эта нам очень понравилась. В общем, все устроили так здорово, все продумано. Слов нет, слов нет. И рада, что в Калининграде все это у нас произошло. Понимаете, это же и 100 дней, главное. Ровная цифра, вот именно, да, игр в Сочи, да, и именно в нашем городе. Выступление наших же родных артистов, вот этих всех, вот, кто выступал, акробаты. Конечно, я не ожидал, что у нас такие спортсмены есть. Съездить в Прагу абсолютно бесплатно. Такой шанс появится у всех телезрителей Первого городского канала. 31 октября в торговом центре Кловер пройдет розыгрыш призов, главный из которых – мистическая поездка в Прагу. Чтобы выиграть двухдневное путешествие, достаточно прийти на празднование Хэллоуина в интересном костюме. Победители конкурса «Лучший костюм» определят зрители. Также гостей праздника ждут мистические конкурсы и фотосессии с ужастающими персонажами от студии «Гелиос». Первый городской канал совместно с торговым центром Кловер проводит самую страшную вечеринку этого года. Каждый пришедший в костюме получает гарантированный приятный сюрприз, а также возможность выиграть вот этот сертификат на поездку на двоих в мистическую Прагу. Организаторы обещают сюрприз перед розыгрышем главного приза. Отдельно отметят победителей конкурса «Ужастных фото». За них телезрители Первого городского голосовали ВКонтакте в течение последнего месяца. Мистический праздник начнется в 19.00 в торговом центре «Кловер». Смотрите во второй части нашего выпуска. Балтики стоит проиграть, причем об этом попросил сам губернатор Николай Цуканов. В его честь назвали созвездие. В Калининграде известный московский скрипач «Виртуоз» провел мастер-класс. В Светлогорске гоняли камни по льду. Как прошел первый в истории области чемпионат России по керлингу среди глухих. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Куршскую косу могут застроить. Калининградские выпускники поедут учиться в Оксфорд и Гарвард. А Балтику просит проигрывать сам губернатор. Зачем? Расскажет моя коллега Анастасия Данникова. Здравствуйте. Куршскую косу могут застроить. Николай Цуканов поручил прокуратуре разобраться, кто продает недвижимость на территории национального парка. Ведь строить здесь можно только объекты отдыха. Из-за этого проект устройства туристической зоны на Куршской косе так и не воплотили в жизнь. Отметим, накануне Министерство природы разрешило построить в национальном парке жилой дом. Уехать в Балтийск станет сложнее. 6 ноября на этом направлении сократят число поездов. Это связано с уменьшением числа пассажиров. В результате останется только два поезда. Утренний будет отправляться из Калининграда по будням в 6.37, а вечерний в 17.45. Калининградцев отправят учиться в Гарвард, Оксфорд и Сорбону. Но не всех, а только выпускников специальности в сфере информационных технологий. Обучаться они будут строго по контракту, а выберут счастливчиков экспертные комиссии. Так власти намерены подготовить специалистов для Калининградского IT-парка. Он появится в регионе к 2020 году. Николай Цуканов специально попросил Балтику не выходить в Премьер-лигу. Об этом он сообщил одному из спортивных изданий. Своё решение глава области мотивировало отсутствием средств на финансирование команды. Но к 2018 году калининградские футболисты поборются за звание чемпиона России, заверил Николай Николаевич. Сейчас Балтика играет в первой лиге и занимает 12-е место из 19-ти. 60 новых объектов культурного наследия появились в Калининградской области. В основном это виллы и жилые дома, но есть в списке и старинные кирхи, довоенные скульптуры, капеллы и памятные знаки. На каждом из них власти проведут специальную экспертизу. По её итогам некоторые включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Курсы валют на 31 октября. Доллар США 32 рубля 6 копеек. Евро 44 рубля 6 копеек. Литовский лит 12 рублей 76 копеек. Польский злодый 10 рублей 52 копейки. Лучшие врачи России приехали в Калининградскую детскую областную больницу. Специалисты научного центра здоровья РАМ осмотрели детей абсолютно бесплатно. В нашем регионе они провели акцию «У сердца два крыла». Это всероссийский благотворительный проект помощи детям, страдающим тяжелыми и редкими заболеваниями. Такого столпотворения в детской областной больнице не видели уже давно. Десятки мам и пап с детьми с самого утра стоят в очередях. Многие из них не рискнули прийти на прием 29-го. Побоялись транспортного коллапса. У столичных же специалистов каждая секунда на счету. Нам посчастливилось приехать в Калининград. Здесь мы проводим осмотр детей, которые либо диагностически непонятны, либо какие-то сложности в лечении. И совсем сложно их забираем в Москву. Забрать в Москву здесь – это значит отправить на бесплатное лечение. Для многих это последний шанс. Среди них Наталья Кудрина. У дочери Александры синдром Дауна и криптогенная эпилепсия. Расходы на лекарства в месяц составляют почти 6 тысяч рублей. За более дешевыми приходится ездить в Польшу. Оставить девочку без присмотра нельзя ни на минуту. Ребенок падает в полном сознании. Сознание отключается на несколько секунд. Поэтому у нас такая проблема. Она оступается, падает и потом встать долго не может. Ребенок перестал ходить практически. Вот она сильно побавилась из-за того, что она боится ходить. Боится ходить, боится упасть. В федеральную программу на бесплатное лечение попало около 30 калининградских детей. Наталье с дочкой Александры не удалось. Но зато ее дочь осмотрели ведущие специалисты России и выписали новые лекарства. Екатерина Степанова, Ирина Зубарева, Радамир Тарасов. Служба новостей город. В его честь названа звезда. Калининградскую областную филармонию посетил известный скрипач и дирижер Эдуард Грач. Ему посвящали свои произведения легендарные композиторы Хачатурян, Бабаджанян и Родион Щедрин. Сегодня заслуженный артист России выступил в роли педагога и дал мастер-класс молодым калининградским музыкантам. Аплодисменты от такого мэтра – лучшая награда для любого скрипача. Эдуард Грач отметил талант молодых дарований Калининграда. На его урок приехали ученики и педагоги музыкальных школ со всего региона. Как рассказал сам артист, он просто поделился опытом. Скрипка в его руках сегодня инструмент учителя. Сольные выступления остались в прошлом. И когда выходит замечательный музыкант, который вообще производил замечательное впечатление и оставил себе прекрасную славу, даже можно сказать. И выходит, и уже совсем не тот, и начинает сразу раху. Вот он тогда играл. Вот ни в коем случае я не хотел, чтобы обо мне были такие. Слава Эдуарда Грача будет греметь еще долго, а в небе даже есть звезда с его именем. Такой подарок сделали друзья и поклонники на 70-летие. Насладиться его талантом уже в качестве дирижера калининградцы смогут в четверг в 19.00. В программе концерт Вивальди – музыка Паганини. Помогать мэтру будет его ученица Елена Тарасян и камерный оркестр Калининградской филармонии. Чистота – залог успеха. В этом уверены десятки спортсменов, приехавшие в эти дни в Светлогорск на чемпионат России по керлингу среди глухих. Этот вид спорта крайне чувствителен к качеству льда, поэтому правильно подготовить скользкую поверхность – главная задача организаторов. Кстати, соревнования такого уровня проходят в Калининграде впервые. Все подробности в нашем следующем сюжете. Для чемпионата России по керлингу в Светлогорском спорткомплексе сегодня было слишком тихо. В этом и специфика первенства. Все спортсмены на нем глухие. Ольга Ярославцева в этот спорт попала совершенно случайно, но теперь она капитан команды и чемпионка мира по керлингу среди глухих. Вчера Ольге аплодировали сотни калининградцев, ведь она стала почетным факелоносцем в нашем городе. У меня было волнение от крика людей. Я даже слышала этот шум. Даже голова закружилась. Из-за яркого света лиц я не видела. Видно было только как люди машут. Сам факел очень тяжелый. Бежала я с ним 400 метров. Но все равно очень довольна. В жизни чемпионка воспитатель интерната для глухих. На льду она настоящий лидер и главный помощник тренера команды Карпинского Виталия Викторовича. Первое время он мог работать с командой только при помощи сурдопереводчика. Сейчас для наших девушек достаточно лишь взгляда наставника. Эти спортсмены более усидчивые, более пытаются запомнить всю информацию. И лучше всего воспринимают визуальную информацию. Поэтому после пройдения первого этапа, когда мы начинаем друг друга понимать уже без переводчика, достаточно легко заниматься. Они понимают, что я хочу, я им показываю, и они все повторяют. Чемпионат по керлингу среди глухих не отличается от обычного. В команде по четыре человека спортсменки катают 20-килограммовые камни, сделанные из гранита. Лед натирают специальными щетками, а на него выходят только в специальных ботинках. У одного из которых вместо подошвы белый слайдер. Благодаря ему спортсменки скользят при броске камня. Кстати, подготовить лед к соревнованию по керлингу – непростая задача. Сначала с него буквально срезают все неровности с помощью специальной машины. Затем натирают до блеска швабры. Главное при подготовке льда для керлинга – нанести на него специальный раствор, который делает скорость камня максимально быстрой. На начищенном до блеска катке наши девушки сегодня одержали верх над спортсменками из Томска и получили в свою копилку один балл. Уже завтра они встретятся с командой из Санкт-Петербурга. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, отправится на чемпионат Европы по керлингу среди глухих. Возможно, ими станут именно наши девчонки. Дарья Веглич, Максим Кириченко, Служба новостей город. На сегодня это все. Если вы стали свидетелем необычных событий, знакомы с интересным человеком или вам нужна помощь, звоните к нам в редакцию. По телефону 91-9404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру Напоминаю, все наши новости дублируются на сайте 1городской.ру В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Редактор субтитров А.Семкин